Развлечения до седьмого пота. В минувшую субботу все любители спорта смогли встретиться в универсальном спортивном комплексе Подмосковья и в новом Ледовом дворце. Единомышленников собрала зимняя спартакиада Щелковского района. Сегодня хорошее настроение, хорошее общение, активная такая жизненная позиция вам всем обеспечена. Вы все лучшие. Безусловно, спорт это здоровье. Безусловно, нам нужно повышать свой уровень физической культуры. Мы с вами готовимся к сдаче норм ГТО. Поэтому я тоже вас искренне приветствую сегодня на спартакиаде. В программу состязаний были включены такие виды спорта, как мини-футбол, лыжный спорт, мини-хоккей, шорт-трек, перетягивание канатов и различные семейные эстафеты. Принять участие в спартакиаде, побороться за приз и отстоять честь своего поселения мог любой желающий, как профессиональные спортсмены, так и любители. Поддержали боевой дух своих жителей и главы. Мы привезли полностью все команды для того, чтобы участвовать во всех соревнованиях. Я считаю, что люди, кто занимается спортом, они хотят долго и правильно жить. Вы видите, что я всегда приезжаю лично сам для того, чтобы поддержать своих спортсменов. Мы участвуем второй раз. Первый раз заняли второе место, так что надеемся на улучшение результата. Почему? Мы спортивная семья. Мы за победу, за участие, мы за спорт. Праздник спорта собрал около 500 участников. Раньше соревнования проводились в сельских поселениях. Эту зиму они впервые прошли здесь, на Щелковских площадках. У нас всегда район был спортивным. И думаю, что не один десяток лет проходит эта спартакиада. Всероссийский спортивный, физкультурно-спортивный комплекс набирает силу. И вот эти мероприятия как раз говорят о том, что мы готовы к труду и обороне. Главная особенность таких состязаний – возможность всем желающим принять участие, независимо от возраста и физической подготовки. Кроме того, впервые приняла участие в таком мероприятии «Ледовая арена». Открывшись в декабре прошлого года, она стала настоящим подарком для жителей. Дворец открыт для посетителей, и люди приходят сюда целыми семьями. Например, обучиться фигурному катанию, поиграть в хоккей или просто покататься на коньках. Так участники спартакиады получили возможность блеснуть умениями. В этот день прошли соревнования по хоккею и шорт-треку. Спорту быть! Сегодня на спартакиаде собралось много народу. Участники пришли показать свою спортивную подготовку, укрепить тело и дух. Мероприятие получилось действительно насыщенным, ведь видов спорта целое многообразие. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».